Тернолыжный комплекс в Крылатском. Свободный въезд, бесплатная стоянка, есть парковщики, охрана. Все удобства для посетителей. Вот только жители района такой сервис считают незаконным, ведь гостевая парковка расположена на территории ландшафтного заказника Крылатские холмы. Мы неоднократно уже обращались к государственному органу, они нарушают законодательство об особо охране в природных территориях города Москвы. В законе ООПТ, в статье 30, есть прямой запрет о том, что въезд автотранспорта, любого транспорта запрещен. Крылатские холмы — природная территория с уникальной флорой и фауной. Здесь обитают десятки птиц и животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Здесь живут большая популяция зайца-русака, ласки, ежи. А еще горностаи, ушастые совы, несколько разновидностей дятлов и редкие виды синиц. По мнению активистов, большое скопление автомобилей может привести к тому, что краснокнижные животные исчезнут с Крылатских холмов. Они паркуются на газоне, с них бензин, масло, все это капает. Здесь быть не должно вообще. Прокуратура уже проводила проверки и выявляла нарушения. Руководство горнолыжного комплекса оштрафовали, въезд на территорию запретили. В качестве альтернативы предложили парковку на противоположной стороне Крылатской улицы. Но этот вариант не устраивает тех, кто работает на территории спортивного комплекса. Приезжают сейчас разные ученики с детьми, которые три года, пять лет, дети еле идут. И очень тяжело с экипировкой добираться с другой парковки. Как они будут через дорогу ходить на руках с детьми, это абсолютно ерунда вообще. Люди сюда спортом приезжают заниматься, почему мешают создавать комфортные условия. Через год после закрытия гостевая стоянка вновь заработала. И, как уверяет директор комплекса, уже на законных основаниях. Ежегодно эту парковку проверяют. В этом году у нас вообще было очень много проверок. В том числе проверила городская прокуратура, которая подтвердила всю законность, всю законность согласования этой парковки. Есть и заключение межведомственной комиссии, проект организации дорожно-уличной сети, в которой включена гостевая парковка. Там много департаментов, там много правительственных структур. То есть это все согласовывается, вся парковка, как мы видим, согласовывается, все знаки установлены законно. Мы попытались получить подтверждение в префектуре Западного административного округа, в столичном департаменте транспорта и Росприроднадзоре. Но нигде на наши запросы не ответили. Активисты же намерены и дальше бороться с автостоянкой в зоне особо охраняемой природной территории и собираются снова писать обращение в прокуратуру и Следственный комитет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!